всем привет короче у меня пока стоит наверное уже ролик было не было не знаю вот без двигателя пол беды короче занимаемся сейчас 14 сейчас начинаем восстанавливать крылья соответственно так вот здесь сейчас наверно буду заваривать вот эти дырки их обрабатывать соответственно раз это для начала во вторых надо вот это вот ребро вытаскивать она здесь вот здесь сварено здесь и здесь в трех точках он крепится они в четыре до в трех точках вот его вытаскиваем также по этому крылу по левому то же самое также вытаскиваем все восстанавливаем восстанавливаем за счет соответственно полиэфирки получается сейчас будем восстанавливать слои здесь металла потому что у меня этих частей металла нижних крыльев нету поэтому за счет полиэфирки восстанавливаем нормально держаться будет все классно все красиво все потому что нам остается вот два крыла два бампера и все и мы начинаем уже масштабную подготовку покраски и все потому что осталось вот эти вот части восстановить соответственно пытаемся как-то это все накинуть найти где чего потому что уже прошел год накидываем двери выставляем как раз вот все зазоры надо выставить это все накинуть просто короче это тоже вот все вот сейчас нужно подгонка тупо сейчас буду это все делать батек наверно чуть попозже начнет как раз вот эту незначительную сборку просто без петель без ничего нам нужны только посмотреть зазоры как чего садится где чего убрать где что добавить и тому подобное сразу же вот так и у нас проблема еще у нас потек радиатор печки ну это не сам радиатор печки а шланги 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 там же у нас простые резиновые шланги тупо надо просто купить новые шланги и все вопрос будет закрыт по этой по техничке потому что здесь вот кузовщина кузовщина на все хорошо все погнали так все первое крыло хорошо пришлось распечатал все вот она эта часть она короче получается на трех сваренных точках здесь держится все дальше это потому что по-любому там все швы в ржавчине сейчас все вся внутрянка вот зачищена была и вот это тоже зачищена и обрабатывается сейчас кислотой только что внутрянка здесь будет в два слоя крытым кислотой по любому это потому что это мало вот здесь вот это это сейчас еще здесь вот эта часть тоже протравить кислотой над и только после этого будем здесь вот работает со стекловолокном и здесь вот получается у нас вот здесь получается тоненький слой накладываем в 1 с этой стороны изнутри санса 1 слой и с этой стороны где-то тоже посмотрим сколько слоев но где-то 2-3 слоя будет лежать будет шикарно чтобы у нас было фиксация просто чтоб тупо было крепление все единство кого-то его надо подогнать примерять по крылу чтобы четкий угол был и все здесь тоже у нас все пройдено все как вот это все делаем соответственно привариваем запечатываем герметиком герметиком проходимся соответственно и по этой стране и вот потом вот там вот внутри где вот это вот втыкается получается по моему с этой стороны да вот с этой стороны подрезаем и герметиком вмазываем здесь то бишь она будет в грунт вот здесь вот эта часть будет короче в грунт будет все закатываться прежде чем даже вот туда запечатывать мы все ну будем сажать на грунт ну я имею часть грунта будет про про плена и именно вот эти места прежде чем чтобы это ставить пройтись потом герметиком и потом уже целиком крыло будет от грунтоваться то лишь внутри она будет покрыта грунтом и потом на пыл краски будет теперь сейчас приступаем к этому крылу то же самое также распечатаем тут побольше геморроя конечно но мы справимся короче начали черновую сборку двери накинули все классно так порог не принесли и короче будем покупать новые пороги короче с ними заморачиваться их там тоже надо восстанавливать пластик комплект не такой дорогой проще купить новые крышку багажник поставили так накладку еще не прикрутили под бампер задние еще пока его очень сейчас открыли мы занимаюсь вот это крыло здесь распечатать не будет сейчас по максимуму все вычистил здесь эти места будет протравливаться и стекловолокном будете обволакиваться так что все классно там у нас отлично только восстановить вот здесь сейчас похоже сейчас подгонку буду сейчас капот мы поставим и батек будет потихоньку там морду собирать там фары шмары вот это все сделать из здесь вот прикручивать потихоньку будем вот эту подгонку делать по дверям все классно единство мы не можем пока не за подогнать это все выставить почему потому что нам нужен именно тот пластик который мы будем ставить так начало черновая сборка сейчас капот поставили петли правильно поставили все крылья тоже накидывали примерно прикидали так но все равно надо крылья сначала сделать чтоб черновую сборку тошно сейчас данной ситуации держат побольше счет по морде это крылья ну и плюс бампера сейчас вот задний бампер сейчас выставил все тут почистил сейчас буду сажать на соответственно спайку сейчас выровнял его сейчас будем спаивать то так вот здесь вот разрывная вот она сейчас выставил все вот стоит это это все крепенько как он по идее положено стоять ему сейчас будем в пайку делать соответственно изнутри тоже потом пройдусь так ну чё все бампер задний вот он раз опаян здесь очень хорошо пропаян сначала снаружи прошелся все электродом и потом соответственно внутрянки тоже где-то пришлось в два слоя крыль все бампер хорош сейчас он подостыл уже остывает батюшка съездил как раз болтики и шмотки купил я этим тем самым временем занимался бампером сейчас он будет получается задний бампер устанавливать потому что у него кронштейны новые под передний бампер у нас нету кронштейна вот особенно вот этой стороны нету вот пол беды это попозже это сделаем может быть сегодня как-то хотя бы накинем потому что сейчас короче надо под собрать жопу у нас получается мы не успеваем с мордой потому что нужно еще фарки выставить это нужно выставить посмотреть как зазоры где чего подрихтовать и тому подобное так все принес передний бампер у нас получается вот здесь вот разрыв по нему идет и вот здесь разрыв внизу это потом я передумал когда вверх сделаю и вот он спойлер у нас от другой машины там тоже восстанавливать тоже чуть попозже будет так все крыло сейчас вот подготовил как раз полиэфирки 2 кола у нас готова так вот спойлер сейчас вот нашел шпильки потому что здесь все вырвано здесь вырвано 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 сейчас будут полиэфирка мы давно еще залили туда монтажку чтобы была как основа ну чтобы полиэфирка вообще не ушла не вливать живу в спойлер а то спойлер будет тяжелый вот ну это даже не шпильки а болты борис болты это от головки от клапанной крышки короче от форда да вот так что такая вот фигня сейчас буду заливать ну и соответственно бампер передний я еще не доделал вот сделала здесь вот еще вот это вот еще делать вот сейчас пока полиэфирка будет сохнуть здесь вот плавить это ничего страшного сейчас заливаю туда полиэфирку сейчас уже приметил все разметил все прикладываю все дырки совпадают все это отлично палец разрезал себе все нормально все красиво дальше потом когда зальем полиэфирка соответственно будем здесь все выкладывать двухсторонним скотчем выкладывать будем и соответственно она будет вот здесь вот клеить на двухсторонний скотчек прикручиваются но здесь все равно будет все открашено и чтоб не было вибрации тренинг потому что у этих крышек а его этих спойлеров проблемы в чем они начинают тереться вот тут даже видно вот трутся и крышки соответственно начинает гнить вот чем дело так все часто хорошо полиэфиркой туда заливаю потом полиэфиркой отливаю крылья соответственно потому что надо собрать морду вот батек вчера под собрали все бампер выставили бампер у нас стоит вот в зазорах все классно все отлично все бампер стоит двери стоят потому что надо морду еще смотреть морду прикидывать как чего подгонять потому что переваривать сейчас это буду ну один сегодня батек занят придется все это все на одному то бишь на за сегодня надо это все закончить ее черновую сборку полностью надо закончить так ну чё все здесь подзалил сейчас вот здесь вот подровнять блин полиэфирка хороший классно быстро у здесь вот надо ещё будет заливать у нас тут вроде все залилось все классно и здесь соответственно вам все залилось вот она уже вся все сухенько все вот она уже все каменелая вот единство то что здесь участок вот залить вот здесь сейчас под забить надо будет этот уголок и все и спойлер почти будет готов дальше только его это аккуратненько здесь пошлифовать и все потом когда соответственно открасим здесь это выложить двухсторонним скотчем ну я думаю по кругу этого в принципе достаточно несколько слоев так вот раз особенно вот вот этим прикасаемым местам двухсторонний скотч выложить вот здесь бортики здесь бортиков частично это в принципе видно не будет невидимая часть не принципиально факт в том то что главное чтобы металлопластик не терся это все во-первых прижмется двухсторонний скотч тем более еще и сцепится у нас и здесь и с этой поверхностью сцепится и соответственно все будет просто классно по крылу внутрянку сделал сейчас вот здесь вот по наружке наложить слой и все это крыло я уже все оклеил как раз сейчас буду полифиркой масса поля стоит все прикрученные короче все классно ну ну здесь дальше это вот эта площадка только проделать все сейчас его просто вот и причем он стоит не дребезжит как вот обычно вот у некоторых дребезжит здесь сейчас получается как раз а шпильки у нас использовались от ford focus 2 это как там болты крепления клапанной крышки гайки использовал я от своей машины от выпускного коллектора короче здесь в этой машине присутствует импортные запчасти от разных модельных рядов короче классно машины классно не на самом деле он теперь жесткий несмотря на то то что там еще площадки током не сделаны факт в том что он уже все держится стоп сигнал у нас работает по поводу стоп-сигнала скорее всего буду покупать новенький потому что это чуть-чуть грязноватый пока цены посмотрим по факту там короче есть косяк короче проблема в чем почему покупать потому что я его открутил а при вытащить я не могу даже хотя бы чтобы там провода срезать чтобы удобно было обработать открасить это это вот то бишь не получается там даже ну чтобы сделать наростом термотрубку посадить на хорошую тоже хорошо все сделать чтоб можно было менять его спокойно вот факт в том то что в этом проблема тоже когда перед заливкой надо было провода протащить чуть-чуть туда он чтоб был запас тогда было бы все классно а так и это не сделал накосячил ну хрен с ним придется наверное новый стоп сигнал купить это не проблема они в принципе не таких больших денег стоит но зато можно будет сразу его срезать попробую может получится и этот оставить сохранить ну скорее придется новый покупать сейчас пока не знаю по кумекам подумаем ну что вот сделал установил все уже подогнал дырочку сделал все классно здесь правда ничего еще не обработано это не страшно так еще плюс прошелся завалил здесь все дырки от саморезов соответственно потому что у нас получается потому что тут же не будет ни одной тоже дырки здесь вот как раз подушка все делается и это 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 все вот заваривается это вот здесь везде где были саморезы вкручен все сгнило все здесь тоже ухо уже вот уже сухое уже здесь все высохло все классно все здесь подсыхает все отлично так этим колом займемся чуть попозже потому что его особо подгонять не надо под него все классно ну единственно нам подогнать надо будет здесь это вот это ухо и вот это все больше ничего сейчас я занимаюсь этим крылом сейчас в принципе все там эту приварил здесь его приквачено как по заводу все вот так вот все светится все классно то бишь все я уже сейчас нашел болты ну скорее все блин наверное будем новенькие покупать пока не знаю сейчас или может быть их в кислоте кстати их можно в кислоте отмочить да и все просто два варианта если бы много покупать то смысл тогда хотя это не принципиально так погнали сейчас у нас получается мы сейчас будем выставлять крыло вот потому что у нас кронштейн как раз надо будет переделывать как раз благодаря крылу но еще бампер я еще накинул бампер ты я принес как раз вот бампер накинул сейчас крыло сначала накинул а потом бампер и посмотрим да если все расхождение подтверждается значит тогда да 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 тогда придется по-любому переваривать или это может быть связано с этим ну не сухом я не знаю тогда чем это связано ну ладно сейчас в любом случае нам надо сейчас это делать все саморезики нашел шайбы все сажаем как положено на все места и смотрим что у нас получится так ночью получается вот крыло прикручено все внизу тоже накинул вот эти старые пороги как прикинул получается крыло нормально капоту здесь вот надо только выровнять по зазору вроде как пока непонятно ну видны болты потому что все не крашеная и здесь зазор вот здесь большой но это надо второе крыло ставишь вывести вот эти все зазоры он все вот четко у нас все было поймать это все где-то подогнуть где-то подбить где-то подрихтовать и тому подобное потому что во-первых капот это этот не родной крыло это не родное поэтому это вечная проблема все остальное то одно и так по пластиковым порогам который в оригинал они идут это вот родные единственный косяк у здесь у них вот такой почему-то зазор получается с одной стороны может быть он и должен по идее зазор такой хрен его знает посмотрим по новым но по-моему а или получается да этот зазор идет как бы чтобы слив воды что ли был получается хрен его знает пока что-то понять не могу ну ладно это пол беды короче суть в чем у нас здесь у нас все классно а по поводу вот крепление у нас вот крепление получается вот нисхождение вот так же как его здесь вот это вот непонятно скорее всего его все-таки надо будет переварить потому что она тогда отвалилась его переваривал получается по моему на глаз что ли его варилу это был давно-то это был по-моему январь месяц было сейчас уже декабря она уже вот больше года машина сейчас надо ее быстренько заканчивать получается что это сейчас чтобы понять вот это крепление нам нужен бампер по-любому а чтобы бампер поставить нам нужен усилитель короче сейчас я пока до этого добраться не могу потому что мне надо делать второе крыло ну чё короче варить крепление переваривать придется вот это крепление по-любому придется переваривать переварить будем элементарно надо будет скинуть крыло короче получается сейчас выставил все вот крыло тоже выставлено пороги вот эти но и короче и все равно делать я не буду будем покупать новый выставил единство крыло вот здесь вот ну здесь так и было вот по заводу такая щель так и было потому что здесь я ничего не менял вот здесь так как у нас получается здесь такой зазор чуть-чуть большой там поменьше это посмотрим может быть все таки это проблему в петлях вот это раз это не проблема может быть все таки посмотрим может быть купим новые петли не будем заморачиваться этими старыми может быть новые купим так все сейчас перехожу на бамперочек так по бамперу нас получается здесь прошить надо вот эту часть и вот она идет в пазики прямо вот трещина идет в пазики то бишь здесь уже бампер ремонтировался вот ремонтный его делали то сейчас надо сделать хорошо надо сделать хорошо вот это единственная часть по переднему бамперу потому что низ то я уже сделал а ну его здесь вот еще тоже прошить и все сейчас это сделаю и все рабочий день закончен будет и останется уже завтра переварить крепления и собирайте соответственно морду собрать собирать морду и все и можно ее уже красить ну не красить конечно сначала шлифовать отшпаклевать от грунтова короче муторная работа дальше пойдет ну все нормально погнали ланчик покажу что с бампером получится бампер закончен все сейчас он остывает все здесь была трещина все пропаяно вот так вот получается все ура но это еще конечно не конец это еще не конец короче все собрал морду подрихтовал ну конечно не хватает конечно клипсин нужно клипсы вот по подъеду внутренний клипсы чтобы она стала четко а так все все четенько по зазорам в принципе тоже зазор здесь такой там такой это просто капот надо повернуть чуть но это короче связано то что когда сейчас все правили и петли скорее всего загнули чуть-чуть но это когда снимем соответственно это все сделаем вот так что у нас касается по капоту по капоту у нас все отлично здесь все это и ты это потому что здесь вот у нас больше щель там размешиваешь капот надо повернуть это все скорее все это в петле особенно в той петли проблема а так все отлично все можно разбирать и все готовить шлифовать готовить как говорится к покрасу все классно так соответственно здесь по моторке сейчас секунду по моторке у нас тоже будет частично открашиваться того тоже будет прокрас там прокрас мотор печки стеклоочистителя все это будем убирать тросик капота соответственно тоже надо будет убрать чтобы все лучше произошел прокрас соответственно капот открашиваем и соответственно все полости тоже внутрянку всю обрабатываем в обработку пускаем чтобы это у нас ничего не гнило а здесь по моему еще у нас идет еще пола если не ошибаюсь еще идет чехол так что все классно идет чехол а так все отлично все в принципе все готово замок не стал ставить смысла от него нету здесь все сходится так по болтам болты соответственно у нас будет все-таки нашелся весь комплект болтов просто напросто получается делаем как в окись и потом их прокрашиваем то бишь в кислоте будем замачивать и соответственно будем прокрашивать по максимуму везде все новое будет болты и шайбы будут краситься уже на собранную отдельно будут прокрашиваться в принципе не вижу никакой проблемы это чтоб особо сильно не выделялась и все так это морочиться особо не хочется так что такие дела